Приехали на предположительный тачок, ну не тачок, место куда планировано вывезти. Здесь вот заброшенные поля, не все затягиваются осотом, по крайней мере в том году это так было, а там где елки, сейчас мы хотим туда сходить, там должен быть дягель, именно дягель, сибирский, не дудник. Сейчас пойдем. Приехали на УАЗике, база у него покороче, попроходимее он, чем профи. Ну и резина на нем у нас стоит, такая типа внедорожная. Все, идем. Подходим к низине. Дорога здесь была. На дорогу упала береза, теперь тут никто не ездит. Дорога упала давно. Вот объезд кто-то делает. Валку устроили небольшие свиньи, рыбаки, охотники. А нет, вот дорога здесь прям ездит. Хорошо. Там видимо хорошее озеро. Ну не озеро, а тут река Улуй. О, вот наверно какие-то зонтики. Это дудник, а может и тягель. Вот она река. Кто тут заспревал, резал. Резал да пытался проехать. Видимо с лодкой. Вот такая тут красивая речка. Вот он, дягель прошлогодний, шары. Вот скорее всего это его лист. Его здесь много. Здесь болотные кочки. И кругом везде и старые стволы видно. И вот он лезет вдоль дороги везде. Так что наверно мы его нашли здесь у нас вместе. Ну и все хорошо. Кто-то выкапывал муравейник. Какой-то зверь наверно. Недавно причем все яйца вытащены. Сегодня 19 июня. Мы вывезли пчел на таежный тачок. В таежном вроде здесь не особо место выглядит, но потому что в самую глухую тайгу мы лезть не хотим. Здесь буквально до нее 500 метров. Но даже здесь сжирает мокрец. Специально сетка с очень мелкой сеткой, потому что невозможно. Вчера пока натягивали электроизгородь, погрызли руки и лицо все отцу. Короче там как в фильме ужасов было. Вот привезли первую машину. 15 семей. Семьи выбрали, которые рабочие. Были слабые с весны, сейчас они в рабочем состоянии. Без раевого настроения. Также поставили сюда вчера пустые улья. Будем сюда возить раи и всыпать по 2-3 штуки в улей. Из медоносной базы у нас здесь малины массив. Ну конкретно не здесь, а вообще вот на этом тачке очень много везде полотолка малины. Она должна на неделю уже не твести. А по речушке вот здесь, речка у нас течет, очень много зонтичных, в первую очередь дягеля сибирского. Медведи где-то ходят, поэтому электроизгородь натянули в 3 провода. Вот открываем улья. Пчелы поперли. Сейчас будут нападать. Еще у нас среднерусские. С открытыми литками мы их не возим, но и желание нет. С закрытыми то и вы едите, что теперь туда. Тут вот прям ковер клевера. Он даже уже беленький цветет. Прям огромный ковер. Полностью везде клевер. Тут брошенные поля. Пока надеешься так и останутся в этом году. Вон уже осоты поднимаются. Хотя рано, но вот есть. Дуванчики. В этих колках сейчас проходили. Внутри очень много сныти ковром. То есть если вот везде будет сныть плюс дягель, очень будет хороший интересный сорт меда. 2 июля приехали забирать пчел с нашего, пожалуй, самого неудачного за всю историю тачка. Выехали сюда на дягель. Вон там по реке везде полно дягеля. Приехали к началу светения, но две недели дожди, холод, 15 градусов, 17-18. Ладно. Думаем надо уезжать с дягеля. Нашли рядом поле рапса в двух километрах отсюда. Думаем дягель подождем, допестируем, но погоды нет и нет. В итоге увидели, что все эти поля начали зарастать осотом. Причем осотом уже в шишечках. Уже все начал зацветать. Но приехала техника, вот, трактор времен советских, не знаю, лет, наверное, ему 60. И начали все тут дискаторами закатывать. В общем, обидно тут, что тут было все это поле затянуто клевером, сейчас попозже снимем. И один день был привес почти 8 килограмм, не 8, 7. И это мы так и не поняли, с чего он был. Но кроме клевера в тот момент ничего не цвело и больше погоды не было, чтобы подтвердить этот взяток. Сейчас вот сматываем удочки, имеется ввиду электроизгородь, и вывозим пчел домой. Самая подкачевка далекая была, 40 километров от дома. Потратили деньги, время, бензин и ни грамма, ничего здесь не получили. Сейчас здесь сныть должна зацветать. Вот она вся в бутонах. Но поле рапса рядом тоже скоро начнет зацветать. Его начнут травить от цветоеда, рисковать неохота. Здесь плюс малина сейчас вовсю цветет. Но опять же говорю, погоды на нее и на нее ни на что нет. Ну сейчас послезавтра обещают 28, 29, 30. Как раз должно что-то пойти. Пчел этих перевезем в деревню на взяток как раз сосныти. В том году там был хороший взяток. По 6 килограмм превес шли мед. У нас этот таежный сосныти на общероссийском конкурсе меда занял почетное четвертое место. Конкурс был в Дагестане. Все призовые места с 1 по 3 заняли во всех номинациях Ингушетии и Дагестан. А наш, можно сказать, единственный российский мед занял четвертое место. Странные, конечно, конкурсы. Ни Башкирия, ни Алтай, ни Дальний Восток. Все отправляли, все участвовали. Все почему-то проиграли. Ну, темные меда. Почему-то комиссия всегда ценится лучше. Уж не знаю почему. Плюс конкурс был в декабре. Пожалуй, единственный мед, который у нас не закристаллизовался, это был сосныти. Он до сих пор, кстати, в сотах. Если встречается, он как жидкий. Вот он и выиграл. Ладно. Будем грузиться. Приехали на двух уазиках. Один уазик классический. С телегой под подставки, под крыши. А второй уазик профи. Вот, кстати, этот клевер. Здесь он подавленный чуть-чуть. Везде полно тут белого клевера. Вот сейчас он, кстати, не пахнет. Неделю назад от нее такой аромат стоял. Медовый. Но было холодно. То есть вот везде, везде, везде вот так ковром клевер. Жалко. Сейчас у нас активно осваивается территория. Все фермеры против друг друга. Начинают сдавать. Эти поля не возделывают, подают в суд. Те забирают. Начинают что-нибудь садить. Вот какой шикарный осот мог быть. Причем осот начало июля. На сотую взяток мы возим пчел на конец июля. А этот на месяц бы раньше зацвел. Дал бы тут меда. Как раз бы вот зацвел по этой жаре. Залились бы. Но, увы, земля не наша. Какие сделали мы ошибки? Первое. Мы не посмотрели наличие, что происходит на поле соседнем. То есть хоть и вон там везде тайга. С краю здесь дорога. И вдоль дороги идут небольшие поля. Они протяженные вдоль дороги. Но есть. Горошки растут. Все это запашется. Ну так вот. Ошибка. Не убедились до конца, что на этом поле. Проехали, увидели какой-то пырей торчит. Думали это злаки. Оказался рапс. Когда он оклемался, стал выше. Но это мы увидели. Ну, кстати, подходим к клеверу. Затем вторая ошибка. Встали на поле, которое было 5-6 лет брошено. Конечно, оно чье-то. Его могли начать пахать. Но мы, как сказать, надеялись, что не буду. Да и вывозили это сюда. Мы на таежный взяты. Все-таки на дягель. Тоже вот ошибка. Надо как-то узнавать хозяев. Вот такой клевер. Да, почти не пахнет. Вода. Дожди такие прошли, что все нахрен смыло. Весь нектар. То есть, вот они. Ключевые ошибки. Неудачные качевки. Вывозить можно было пчел буквально через неделю после того, как сюда выехали. Когда увидели это поле рапса. Когда поняли, что погода в ближайшие две недели. По прогнозу не жди. Дягелю. Дайте кого дягелю. Всем зонтичным медоносам. Таежным нужна жара. Под 30. Не все в лесу. В подвеске. В воде. Во влажном месте. При низких температурах. Ничего не дает нектар. А если дает. то он будет водянистый. И пчелы даже собирать не будут. Все. Будем грузиться и поедем. В кустах кто-то рычит. Птица может какая-то. Не знаю. Так что кто там комментарии оставляет. опознайте звук и напишите. Птеродактиль вроде. Ну вот. Загрузили 24 семьи. С магазинами. Без магазинов. Короче. Уля-ля. Килограмм 50 максимум. В комплект с магазинов. Даже. Даже рессоры кстати не легли передние. Все. Вперед. Вазик тоже загрузили. Электрисградь сняли. Все. Оставайся место. Одно. Без нас. Вот это все клеит. Белый ковер. Кавер на лапуке осталось. Подключаем передний мост. Все. Вот выехали. Все. 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 Я-то здесь. Все. Субтитры сделал DimaTorzok